Друзья, всем привет еще раз. Приветствую вас на канале. Наконец-то я собралась за очередь. Дорога заняла сутки. Конечно, далековато от Казахстана до Америки. Целые сутки добираться. Но это как лучший вариант. И еще сейчас коронавирус и так бы это все осложняет. Ну и что вот. Делаю первое свое видео отсюда. В общем, впечатления такие о дороге у меня. Ну коронавирус как-то повлиял. Конечно, повлиял коронавирус. Обслуживание стало, кстати, хуже. Санитайзеров стало в тысячу раз больше. Но обслуживание в самом самолете стало хуже. Раньше как-то там второе давали, горячее насилие, напитки какие-то. А сейчас такие бич-пакеты выдают в коробочках. И все. Как сухой паек. Два раза выдавали за 10 часов. Вот и вся, как говорится, санитайзера. Вот. Ну, санитайзеры, надо в честь сказать, я летела тупик Шайрлайн. Все выдают. Перед каждым рейсом прям пакетик. Если короткий рейс, там две маски. Если длинный рейс, там три маски. Два таких антибактериальных полфетки влажные. И сам еще маленький санитарий. Ну, это видео я там вам показывала. Вот. А, кстати, в Америке даже температуру не проявляют. Когда садились в самолет по Америке, температуру прям вот каждого. Даже там, начиная от грудничка и кончая от древней старухой, все проверяли у всех, всех, всех. А прилетели, у нас не проверили ни температуру. У нас вообще ничего не спросили. Ну, везде, конечно, написано маски носить. Да, но как бы особо проверки не было. Вот. Добавок, консервная прилетела. Но я не думаю, что это был какой-то коронавирус или что-то такое. Потому что я думаю, что коронавирусом я уже переболела. Вот. Думаю. Ну, что-то я в самолете, видать, как простыла. Ну, может быть, на нервной почве начала там чихаться. Да, как-то все такое было. Ну, сейчас я выпила антибиотик. И сегодня второй день я здесь. И чувствую себя уже нормально и прекрасно. Ни чихаю, ни кашляю, ни сопью. Да, то даже куплю подшель. Вот. Ну, и что я. Прихожу в себя после дороги. Ну, во-первых, смена часовых поездов. Разница во времени, перелет, климат. Ну, как бы, другая обстановка. Хотя я здесь уже была, но как бы... Ну, уже включаюсь в колею. Грустно появилась собака. Лабрадо, черный. Спит у меня тут в ногах. Вот. И маленькая еще. Еще 2,5 месяца. И вот надо бесконечно вывозить. Что-то она садила в туалет кормить по часам. А еще у щенка оказалась пищевая аллергия. У нас какие-то препараты даем. Ну, все это надо строго по часам. Так что у меня забота. Больше не столько о внучке. Потому что внучка большая. Мы по очереди с ней как бы выводим нашего щеночка погулять. Ну, вот так. Чем я еще тут занялась? Я занялась уже вчера. Ходила, делала кое-какие подрезочки. Подрезала можжевельники. Ну, которые в прошлом году я стригла. Они немножко как бы выбились выше, ниже. Я так чуть-чуть-чуть-чуть-чуть подровняла. Ну, а за олень, которые обильно цвели весной. Может быть, даже я в это видео вставлю кусочек, как они там цвели. Вот сейчас тоже начинает свисти вот этот мой куст. Женя его очень любит, этот куст. Вот. И вот этот вот он. Второй. Вот они буквально сегодня все распустились. Вчера, позавчера начиналось. Ну, вот эти дни теплой погоды, вчера и сегодня. И столько всяких шмелей здесь. Прям вообще. Они прям во всю, во всю, во всю. Сейчас летают, опыляют все. В общем, у нас вот такая вот красота. Погода шикарная. Сейчас, наверное, градусов 18. Будет похолодание небольшое, но все равно клево. Такой мини-апдейт. Вот, ну, так немножко, где они обросли, я их тоже опять своротила. Живую изгородь чуть-чуть подрезала. Но цветами еще не занималась. В лице, конечно, много цветов, которые надо приводить как бы в порядок. Дочь работает, ей не особо некогда. Она у нас 8 утра, она уже на работе. Вот. В 7 она уезжает как бы. Получается, что и вечером приезжает. Поэтому особо ей заниматься некогда. Но только на выходные. Но она работает в такой компании, что бывают как бы переработки. Вот. Хотя и коронавирус. Но у них так. В общем, вот такие вот дела. Ну, я буду узнать, что я... Так, какие планы у меня здесь. Здесь я поживу... Ну, не знаю. Наверное, с побудиком. Как по виде мне там положено, разрешается. Наверное. Ну, буду заниматься садом, огородом, собачкой, внучкой. Ну, и как бы у меня такой будет, скажем так, активный отдых. Ну, не знаю. Наверное, планирую купить машину здесь. Мы, в случае, хотим купить какую-нибудь бэушную, недорогую. Вот. Чтоб на ней ездить. Надо поучить английский. Надо почитать правила. Их не... Немножечко они отличаются. Что еще надо? Ну, может быть, куда-то съездим вместе. Буду вам вести репортажи о жизни в Америке. Буду рассказывать. Спасибо. Вот у нас пошел дождик. Дождик усиливается, чему я безмерно рада. Как я в Алма-Ате скучаю по дождям. А здесь вот просто лес. Правда, в 6 утра я поливала, но ничего страшного. Лишнее не будет. Лучше пропитается. Вот. И я хочу сделать фоточку. И вот дождик у нас до сих пор идет. Усиливается. Ну, это даже хорошо, потому что у нас давно дождик был. Да, мы будем? Да. У меня, кстати, все. Батарея вздыхает. Ой. Сегодня продолжаем. Пропало вот здесь вот хосты. Это в прошлом году я посадила можжевельники. Вот. Вот. И София мне помогает. И вот эту хосту она уже обработала. Она вот срезает вот эти вот отсвезшие палки. И вот сел прошлогодний. И вот здесь все заросшее. Вот мы очистили можжевельник. Все было вот так заросшее лесом. А вот это вот видите, очистили более-менее сейчас видно, как бы стало сразу. И у хост более-менее вид, и у можжевельнички. Это в прошлом году по акции купили очень дешево и посадили. А вот здесь видите, еще не обрезано и не выпалото. И сразу видно, что оно не выпалото и как-то смотрится некрасиво. Обрезать-то мы обрезали вот этот вчера, а это еще сегодня не обрезали. Вот. Ну, сейчас будем вот это все сделаем обрезку. Вот клен растет подалека. Тоже надо все вырвать. Немножко пропололи. И вот у нас уже такая кучка растет травы. Мы с Софией принесем тачку. И будем все это потом соберем и вывезем. Кстати, здесь видите, все заросло. Папоротники. А вот эти вот цветут деревья. Очень красиво, конечно. Но надо все привести в божеский вид. Вот такие вот дебри. Я полю это все вручную. Вот Софочка бросает. Софа, помаши всем ручкой. Так, вот так вот, ребят. Занимаемся домашними делами. Ну и как без уникса-то? Как без уникса? Везде лазит помощник. Вот, сейчас будет рыться. Так, нам как раз прополка нужна. Пусть пороется. Ему надо в земле поваляться. Вот такой вот он у нас шалун.